Всем привет! С вами Ян Агеенко и сегодня у нас очередной мастер-класс. В этот раз мы будем рисовать иконки. Я буду использовать графический редактор Figma, вы можете использовать любой другой. Если вы никаким графическим редактором не владеете, то для начала перейдите по ссылке в описании на другой мой мастер-класс, который называется Web Design с нуля до первых работ за один день. Там я рассказываю основы работы в Figma. Итак, приступим непосредственно к теме сегодняшнего мастер-класса. Начнем мы с создания фрейма. И я рекомендую фрейм сразу делать с такого размера, какие в итоге у вас потом на проекте будут иконки. То есть, понятно, что иконки у нас векторные и потом мы сможем их увеличить или уменьшить до любого размера. Но есть особенности, которые могут отразиться на том, как иконка ваша выглядит в дальнейшем на проекте. Поясню. Допустим, у нас есть линия толщиной в один пиксель. Мы можем ее нарисовать вот так вот. А можем нарисовать другим способом. Можем нарисовать вот так вот. Сейчас объясню, в чем у нас разница. Давайте посмотрим в 100% размере. Видите, верхняя линия стала более размытой. То есть, она стала занимать 2 пикселя, но она стала при этом чуть более прозрачной. А нижняя более четкая, но более темная. Почему так вышло? Потому что верхнюю линию мы нарисовали именно между пикселями. То есть, видите, она занимает часть одного пикселя и часть другого. А нижнюю мы ровно вписали в пиксель. Ну и то не совсем ровно. То есть, вот здесь вот, например, у нее граница чуть-чуть нечеткая потом получится. Поэтому, поскольку нет возможности физически отобразить в 100% размере пол пикселя. Потому что пиксель это минимально вообще возможно на мониторе значения. Компьютер, он закрашивает два соседних пикселя. И получается не совсем то, что нам хотелось бы. Поэтому, если вы знаете, что у вас, например, на сайте или в приложении будут иконки размером 24х24. То лучше именно такой размер и использовать изначально. Следующее, что мы сделаем, это добавим дополнительную сетку. То есть, у нас есть пиксельная сетка при увеличении, которая появляется. Но для нашего же собственного удобства мы поставим еще 6-ти пиксельную сетку. Ну, просто, чтобы нам было удобнее ориентироваться в нашем макете. Следующее, что стоит знать про иконки. Иконки бывают двух типов. Они бывают либо сплошные. То есть, вот у нас есть какой-то элемент и у него есть заливка. Либо бывает такое, что заливки нет, но есть обводка. И одна и та же иконка, она может, в принципе, рисоваться как с помощью заливки, так и с помощью обводки. Поэтому, когда вы рисуете иконки для одного набора, следите за тем, чтобы они все были или залитыми, или все, чтобы они были контурными. Чтобы не было такого, что одна иконка у вас более визуально тяжелая из-за того, что у нее стоит полностью фон залитый. У другой наоборот. То есть, для того, чтобы это все смотрелось именно более как-то естественно, более цельно, более гармонично. Все иконки делаем одного типа в рамках одного, по крайней мере, набора. То есть, если у вас, допустим, меню в мобильном приложении, то все иконки должны быть одинаковыми. Следующий момент. Что про иконки я тоже хочу сказать. Иконки должны быть максимально простыми. И, например, если вам нужен какой-то элемент округлый, лучше использовать не инструмент перо и делать с помощью него какую-то арку. Лучше взять инструмент круг, ellipse, сделать именно ровно, чтобы это был идеальный круг. Уменьшить его до тех размеров, которые вам нужны. И оставить арку уже более правильной формы. То есть, если можно сделать проще, то в иконках всегда лучше сделать проще. То же самое относится к каким-то декорациям, элементам, деталям. То есть, чем меньше их будет, тем лучше. Чем проще, тем лучше. Потому что иконки, они используются в маленьких размерах. Они должны восприниматься быстро. И нет необходимости в них что-то сверхъестественное придумывать. Это не иллюстрации, повторюсь. Кстати говоря, если хотите про иллюстрации больше узнать, то опять же есть мастер-классы на моем канале по созданию пейзажной иллюстрации, по рисованию людей. И я думаю, что в дальнейшем буду еще подобные уроки записывать. Поэтому подписывайтесь, следите, ставьте лайки и так далее. Ну что ж, давайте приступим непосредственно к рисованию наших иконок. Для начала мы возьмем инструмент перо, но мы будем им делать не кривые линии, а наоборот прямые. У нас будет иконка домика. Это будет его крыша. Мы сразу будем ставить два пикселя нашим иконкам. Чуть-чуть ниже опустим, чтобы не вылазило ничто за края иконок. Этого, естественно, не должно происходить ни в коем случае. Дальше еще разок берем перо. Где-то вот отсюда. Или может быть даже вот отсюда. И делаем вот таким вот образом. И видите, вот сейчас нам пригодилась наша сеточка. То есть мы четко видим, куда нам нужно поставить нашу точку, чтобы все было симметрично. Почему? Потому что у нас есть вот эти две направляющие. Опять же, ставим два. Можно на самом деле было бы этому домику сделать трубу, допустим. Но, повторюсь, чем проще, тем лучше. Поэтому не будем. И добавим еще дверь, чтобы в этот домик можно было входить и выходить из него. То же самое по сеточке. Все аккуратненько делаем. И вот у нас фактически иконка готова. Можем посмотреть. Не можем, а я даже настоятельно рекомендую всегда смотреть, как она выглядит в 100% размере. Потому что, ну, все-таки в большом какие-то могут быть тонкости, нюансы, да, которые стоило бы поправить потом. И вы увидите это только в 100% размере. Ну, здесь конкретно все получилось неплохо. Единственное, что мы можем эту иконку чуть-чуть сделать мягче. И добавить ей какие-то небольшие скругления. Выделяем просто все линии и ставим, например, один пиксель скругления. И вот уже иконочка у нас получилась такая чуть более плавная, чуть более мягкая. Ну, это хорошо. Окей. Что мы делаем дальше? Дальше мы будем отрисовывать остальной набор наших иконок. Повторюсь, что все иконки мы будем делать в одном стиле. А именно с контуром, а не с заливкой. Для того, чтобы они смотрелись единообразно. И давайте нарисуем иконку, которая у нас будет иконкой избранного. Для этого мы возьмем фигуру звездочки. С зажатым Shift и Alt мы сделаем саму фигуру. Зажимаем это для того, чтобы иконка не была у нас какой-то сплющенной. Вот такой вот. Чтобы она была ровненькой. И мы именно делаем Shift и Alt. Окей. Вот у нас иконка. Мы можем чуть-чуть ей сделать углы более плавными. И по сути нам нужно сейчас сделать контур. Но, как мы видим в прошлом примере, мы использовали перо. А сейчас у нас есть уже готовая фигура. То есть нам не нужно отдельно все эти линии отрисовывать. Мы просто убираем заливку. Ставим обводку внутри. Ставим ей размер 2 именно пикселя. И все. На этом у нас основная часть работы завершена. Дальше мы можем поставить этой звездочке какие-то небольшие скругления. Один пиксель. Обращаю внимание, что сейчас вот видите, ну стало слишком много пространства по бокам. Ничего страшного. Мы можем просто увеличить до того размера, чтобы у нас иконка была более цельной. Чтобы она заполняла более целую часть нашего рабочего пространства. Следующий момент по поводу иконки именно звездочки. Мне бы не хотелось, чтобы внутренние углы у нее были скругленными. То есть точно так же, как здесь. Вот у нас есть какая-то часть углов, которые остались острыми для сохранения единообразия. Мне хотелось бы вот эти углы убрать, скругления. Это во-первых. А во-вторых, именно визуально оно так будет симпатичнее смотреться. То есть будет вот эта вот внутренняя часть звездочки, она будет более такой правильной, более ровной. Хорошо. Что нам для этого надо? Мы выделяем нашу звезду. Можем создать ее копию. Не фрейма, а именно самой фигуры. Дальше мы убираем у нее скругление. Ставим ноль. И смотрите, теперь у нас, грубо говоря, есть две звезды. Одна с острыми углами и одна с прямыми. Нам нужно оставить ту часть звезды внутри, которая с острыми. А внешняя, наоборот, нам нужна плавная. Что мы для этого делаем? Значит, поскольку нам нужно сохранить именно внутреннюю часть здесь, мы делаем элемент ellipse. Выделяем. То есть нам тут точность особо не важна. И смотрите, нам нужно объединить эти две фигуры таким образом, чтобы только внутренняя часть у нас осталась. А внешнюю нам нужно убрать. Для этого мы оба эти элемента выбираем и вот такую вот вещь применяем. Вот этот вот интерсект. Дальше мы просто для этого элемента делаем черный цвет. Включаем нашу вторую звездочку. И вот видите, у нас получились красивые, такие ровные внутренние углы. А внешняя часть у нас остались скругленными. Это именно тот эффект, которого я и добивался. Все. Переходим к созданию следующей иконочки. В нашем случае это будет иконка профиля пользователя. Для этого мы нарисуем ellipse. Нарисуем его на весь размер. Поставим ему сразу двухпиксельную обводку. То есть мы ставим обводку всегда одинаковую. То есть толщина линий во всех иконках должна быть такая же. Потому что если мы здесь, например, три поставим, то видите, уже выглядит плохо. Поэтому смотрим за тем и следим за тем, чтобы все было единообразно в рамках одного набора. Дальше нам нужен еще один ellipse для того, чтобы нарисовать плечики для нашего будущего пользователя. Делаем опять же такой вот элемент. Делаем обводку двухпиксельную, конечно же. Убираем ему заливку. Ну и поскольку нам нужна только часть этого элемента, нам не нужен он весь. Мы можем тоже ему сделать сразу еще один слой, который будет скрывать ту часть, которая нам не нужна. Для этого мы делаем субтракт. И опускаем туда, куда нам нужно вот эту часть. Смотрим, чтобы никакие уголки не выпирали. Видите, вот здесь вот, например, они уже стали выпирать. Это нам не нужно. Поэтому мы либо можем как-то подвигать саму иконку, да. Ну, либо, может быть, подвигать внутри вот этого вот нашего элемента. Таким вот, например, образом. Опять же, смотрим, чтобы не было вот здесь, вот, например, каких-то пустых элементов. И в этом случае нам как раз может и понадобиться опустить чуть-чуть вот этот вот элемент, да. Потому что, видите, когда мы его опустили на этот пиксель, вылазит здесь. А когда подняли на этот пиксель, не ровно вот здесь. Чтобы такого у нас не происходило, мы можем просто на половину пикселя его. То есть, поставить не 20, а 20 и 5. То есть, 20 с половиной, да. И таким вот образом всё будет хорошо. Дальше берём ещё один эллипс. Берём, ну, где-то, наверное, 6 на 6. Сейчас посмотрим. Возможно, 8 на 8 нам нужно будет сделать. Убираем заливку, добавляем обводку двухпиксельную. Ну, и, кстати говоря, вот здесь вот, видите, один пиксель получился между. Можно его таким оставить. Можно посмотреть, как это будет выглядеть, если у нас будет здесь два. Ну, на мой взгляд, всё-таки с одним было лучше, да. Поэтому давайте один и оставим. Потому что голова, она получилась более цельно с туловищем, когда один пиксель. Вот. Но тоже такие вещи, конечно, можно где-то на глаз смотреть. Просто визуально, как лучше смотрится. Окей. Поехали дальше. Что мы сделаем следующим шагом? Следующую иконку. Это, например, иконка с какой-то картой, на которой человек сможет что-то отмечать, либо куда-то добираться. То есть, это довольно распространённая ситуация. И здесь мы чуть-чуть скомбинируем. С одной стороны мы возьмём элемент, именно круг, и будем использовать его, но не совсем обычным образом. Мы этот круг перейдём двойным щелчком в редактирование его как кривых. Возьмём bend tool и просто одним щелчком вот сюда вот нажав, да, у нас то, что было кривой, оно у нас превратилось в угол. И что мы сделаем? И мы просто опустим до самого низа эту точку. И у нас получилась вот такая вот, как метка на карте, да, бывает такая вот фигура. Дальше мы можем здесь сделать в центре ещё один кружочек. Где-то, например, 6 на 6, может быть. И сразу вычесть его из нашей основной фигуры. И вот обращаю внимание, если мы сейчас её просто зальём каким-то цветом, какая ошибка? Ошибка в том, что это у нас получилась залитая иконка, в отличие от всех остальных. Естественно, так нельзя делать. Поэтому мы убираем ей обводку и добавляем ей нашу уже полюбившуюся двухпиксельную заливочку. Возможно, имеет смысл вот этот вот внутренний круг чуть-чуть уменьшить, для того, чтобы оно было более гармонично. И вот так вот уже хорошо, на мой взгляд. Всё, приступаем к созданию последней иконки в наборе. Я просто взял 5 таких случаев, в которых используются чуть-чуть разные методы. То есть, где-то можно использовать пирог, где-то фигуру, где-то фигуру с какими-то способами сочетания этих фигур, вычитание, либо наоборот. То есть, я хочу, чтобы у вас был такой инструментарий для создания, в принципе, любой иконки, чтобы вы поняли сам принцип. Вот, поэтому вы можете сделать те же самые иконки, что я. А потом я настоятельно рекомендую порисовать ещё какие-то другие иконочки. Кстати говоря, насчёт самой формы иконок, вы просто заходите в интернет, ищите иконки, которые вам нужны, и смотрите, как, в принципе, их люди делают. То есть, вам не нужно их один в один копировать, но посмотреть, какая форма вообще у этих иконок, какие есть варианты, нужно. Здесь, опять же, не нужно какой-то суперской уникальности, потому что это всё-таки иконка, и она обязана быть простой. Ну что ж, давайте сделаем с вами последнюю иконочку. Это будет иконка настроек, сделанная в виде шестерёнки. Для этого возьмём опять эллипс, сделаем его, ну, где-то, наверное, вот примерно такого размера, и сразу добавим именно зубцы. Для зубцов мы будем использовать обычный инструмент прямоугольника. Делаем, ну, например, 4 пикселя, давайте попробуем его сделать по ширине, копируем и делаем, чтобы у нас были углы по 60 градусов. То есть, у нас 6 всего должно получиться иконок, да, 60 и, соответственно, вот минус 120. То есть, она получается такой более симметричной, более правильной фигуры. То есть, следим за тем, чтобы здесь, например, не получилось вот 135, например, градусов, да, то есть, все сегменты эти должны быть одинаковыми. Хорошо. Дальше, ну, наверное, сейчас она выглядит больше, как какая-то бомбочка, да, чем шестерёнка, поэтому, скорее всего, нам придётся углы, всё-таки не углы, а толщину зубцов сделать всё-таки больше. Возможно, 6. И обратите внимание, что сейчас что-то съехало, да, то есть, уже определённо неровно это всё выглядит. Для того, чтобы эту ситуацию исправить, мы просто ровняем вот здесь и ровняем вот здесь. Таким образом, оно у нас становится обратно на свои места. Да, я думаю, что с таким размером уже всё у нас получится хорошо. Добавим единственное небольшие скругления, однопиксельные. Ну, и в принципе, мы уже можем, я думаю, объединить это всё в одну какую-то цельную фигуру. Объединяем. Теперь нам нужно вырезать внутри этой иконки какую-то дополнительную дырочку. Для этого мы не объединяем, извиняюсь, мы вычитаем, убираем заливку, добавляем обводку, ставим её двухпиксельную. Очевидно, что что-то не так у нас пошло внутри. Ничего страшного, мы всегда можем вернуться в нашу фигуру и сделать поменьше те элементы, которые нам такими большими не нужны. Смотрим в стопроцентном размере. Всё отлично, всё хорошо смотрится. Все иконки единообразны. Они явно из одного набора. Поэтому их вполне можно использовать для каких-то дальнейших целей вместе. Что ж, на этом будем заканчивать. Я вам рекомендую порисовать ещё и другие иконки. Можете сначала сделать себе какие-то наброски на бумаге, чтобы вам было проще. Но в целом технология именно такая. На этом всё. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет ещё много всего интересного. Ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok